В Нинецком округе стартовал образовательный проект Росмолодежи «Диалог на равных». Его цель – наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможности, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Проект Росмолодежи рассчитан до 2018 года и охватит более 400 тысяч молодых людей во всех регионах России. Диалог на равных предполагает живое общение с успешными людьми из различных сфер деятельности. На первой такой встрече в Наринмаре студенты профессиональных учебных заведений встретились с главой региона Александром Цибульским, директором издательского дома Нинецкого округа Олегом Вукуевым и заместителем командира летного отряда Наринмарского авиапредприятия Александром Королем. Право открыть проект «Диалог на равных» предоставили временно исполняющему обязанности губернатора Александру Цибульскому. Обращаясь к молодежи, глава региона назвал ее драйвером Нинецкого округа, людьми, которым предстоит развивать округ, при этом постоянно развиваясь самим. Для этого, по мнению Александра Цибульского, у ребят есть все необходимое. Уникальный регион дает массу возможностей к самореализации и проявлению собственной инициативы. Округ уникальный. Я здесь два месяца уже нахожусь, но могу сказать, что в чем преимущество точно вашего по сравнению с другими регионами, густонаселенными в нашей стране. Это в первую очередь в том, что нас мало. И знаете, есть теория шести рукопожатия. Она говорит, что через шесть рукопожатий мы все всегда друг друга знаем. Вот в Нинецком автономном округе, мне кажется, вполне работает теория, ну, максимум двух рукопожатий. Хотя бы через одного человека вы все друг с другом знакомы. И это уникальная возможность вас, как молодых людей, как вот жителей округа, влиять на любые решения, которые здесь принимаются. Если у вас есть инициатива, то у вас возможность донести его до людей, которые принимают решения, намного проще и намного короче, чем у других жителей. И этим надо активно пользоваться. Продолжая тему самореализации, директор издательского дома НАО Олег Вокуев, в прошлом не менее успешный экономист, поспешил развеять несколько мифов, бытующих в нашем обществе. На своем примере он доказал, что без влиятельных родителей, связей и денег, пробуя себя в различных профессиях, можно добиться успеха. Для этого нужно лишь иметь цель и идти к ней, не боясь совершать ошибки. Еще находясь в молодом возрасте, у вас есть право, есть возможность совершать ошибки. Вот эти ошибки – это ваши самые ценные учителя. То есть каждый раз, когда вы ошибаетесь, приобретаете новую компетенцию и приобретаете новые навыки. И вот только ради этого в молодом возрасте и стоит пробовать. Любимая профессия может приносить не только хороший доход, но и огромное удовольствие. Яркий тому пример – заместитель командира летного отряда Наринмарского авиапредприятия Александр Король. Мечта детства стала делом всей жизни. И если сегодня у ребят нет такой мечты, не стоит отчаиваться. Нужно просто искать ее и идти к ней. Каждое утро, просыпаясь и идя на работу, я чувствую себя счастливым человеком, потому что я с удовольствием иду на работу. Это и есть счастье, наверное, к этому нужно было стремиться. И начиная со второго пилота, сегодня я заместитель командира летного отряда. Я не могу сказать, я даже не то, что не могу сказать, я вам однозначно говорю, это не точка. Человек продолжает развиваться. В ходе диалога ребята задали свои вопросы спикерам проекта. В частности, узнали, как Александр Цибульский чувствует себя в должности губернатора и как будет решаться проблема, связанная с низкой скоростью интернета в округе. Решение последнего вопроса глава региона пообещал найти совместно с министром связи России Николаем Никифоровым и Ростелекомом. Цель проекта «Диалог на равных» – наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.